В этом году в Бобруйске прибавился 91 торговый объект. Их количество превысило 2600. Расширение сетей позволило дополнительно создать 400 рабочих мест в сфере услуг. Для сравнения, в прошлом их было всего 73. В том числе за год были открыты и новые интернет-магазины. Сейчас их 138. Функционируют также 6 рынков и 37 торговых центров. Учитывая, что ООО «Евроторг» и «Мартинфуд» являются одним из крупнейших ритейлов в городе по продажам. Недостижение им уровня прошлого года по розничному товарообороту сказывается на товарообороте в целом по городу. Между тем, розничный товарооборот – не единственный пробел в торговле. Есть также вопросы с выкладкой товара, истекшим сроком годности, отсутствием маркировок и хранением продукции. На заседании исполкома мэр города Александр Студнев акцентировал внимание не только представителей сетей, но и работников управления торговли. «Мы абсолютно перестали уделять внимание павильонам, что там торгуют, что там продают. Одному только не знаю, кому известно. Но опять же все это мимо нас проходит. Фасады торговых объектов. Вообще мы забыли, что это такое. Пандусы на многих отсутствуют». Еще один немаловажный аспект, который отметил председатель горисполкома – минимальное количество продуктов на полках супермаркетов от бобруйских компаний. В частности, мясокомбината, красного пищевика, бабушкиной крынки и домочая. Полный ассортимент наших производителей также не представлен в ООО «Евроторг». Это сеть всем знакомых еврооптов. Сейчас по всему городу их 11. Есть список и других замечаний. «Сегодня на совещании главой города было сделано ряд замечаний по работе компании. Достатки, которые имеют место, действительно есть. Мы их приняли к сведению и в рабочем порядке будем исправляться». Однако тема торговли не заканчивается на внешнем виде масс-маркетов и его начинки. Одним из основополагающих аспектов остается оплата труда всем известных продавцов. Лидером в списке аутсайдеров стала «Могилевсоюзпечать». Здесь средняя зарплата даже не достигла 500. Всего 474 рубля. И это с учетом того, что сеть представляет собой 54 ларька. Руководство же аргументирует недостаток невысокой выручкой, от которой и зависит зарплата. Опечатные издания, уверяют, век технологий теряют свой спрос. «Сегодня будем производить ротацию торговых наших объектов, будем менять их формат, переходить от киосков в павильон, самообслуживание, добавлять в зону общепита, предложить населению и жителям города услуги бесплатного Wi-Fi, пока они там ждут транспорта». Впрочем, среди объектов торговли во время подведения итогов за 9 месяцев отметили и положительные примеры. Еще недавно сеть «Доброном» была в конце списка. Сегодня же она вышла с убытка, повысила зарплату продавцам и открыла новые магазины. Всего на территории города их 22. «У нас очень много акций, у нас 1 плюс 1, у нас Черная пятница, у нас ликвидация, у нас очень много акций, которые мы привлекаем. У нас в СМИ информация на Зефир, радиореклама, на автобусах товара с истекшим сроком годности у нас не найдено. У нас были замечания по хранению продукции, по складированию, но на данный момент все замечания мы устраним». К слову, средний чек по городу составил 11 рублей 40 копеек. По стране он, например, выше на 2,60. Что же касается проверок в магазине, они продолжатся и дальше. Весь акцент на то, чтобы покупки для горожан стали не только комфортными, но и безопасными. И пока до европейского уровня мы не дотягиваем. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели.